Артемочка всегда ест свои колбаски. А мы находимся. Всем добрый вечер. Я сегодня вам целый день ничего не снимала, потому что я лентяюга. Не знаю, чем я занималась Артем. Уйди, пожалуйста, с камерой. Мы находимся в Меркадоне, но Меркадона это не наша. Тема! Это Меркадона, которая находится в торговом центре. Мы зашли сюда случайно, потому что в нашу мы не успеем уже. Но мне очень нравится эта Меркадона, потому что, смотрите, здесь есть кофейные аппараты. Здесь есть микроволновки. Можете себе вот кофе заказать, рассчитаться картой. И вам тут делать свежемолотый вкусный кофе. Так, вообще супер. Сейчас, правда, у нас 8 часов вечера. Я не буду пить кофе, но я бы вам обязательно показала. Мне очень нравится. Жалко, что у меня в Меркадоне, в нашей, нет такой штуковины. Очень жалко. Ой, бедный пес. И Бузик. Собака. Тебя бросил, бедный. А смотрите, что здесь в торговом центре. Люди занимаются спортом. 8 вечера. Я сегодня не занималась, поэтому мне надо встать вместе с ними. Как всегда, мы с вами натолкнемся на сладости. Это шоколад ручной работы. И вообще здесь все, практически все с шоколадом. Сейчас вам покажу изделие. Вот туфелька. И мяч. Смотрите, какой мяч. И клавиатура тоже. Боже, что там только нет. А тут мороженка продаются. У-у-у. Класс. Очень вкусное мороженка. Вот. Значит, рассказываю вам в заключении сегодняшнего дня. Я сегодня не тренировалась. Что-то я в последнее время тренируюсь намного меньше. Я вам говорила, что сейчас не хожу каждый день. Со следующей недели начну уже регулярненько. Вот. У нас сегодня погода очень странная. Потому что периодически, где-то раз в месяц, у нас бывает такая штуковина, когда приходит циклон. Это однодневный циклон. Называется он Паненте. Я вам рассказывала уже за него. Когда дует сумасшедший вечер. Вечер. Сумасшедший ветер с Африки шторки. А, да. Уже все на Хэллоуин попривозили. Я не люблю этот праздник, если честно. Как-то он какой-то, мне кажется, дурацкий, если честно. Этот Хэллоуин. Вот. И получается, что дует сильный ветер из Африки. Он очень горячий. Вот, чтобы вы понимали, у нас как бы погода сейчас нормальная. Там, ну, пусть там 27 градусов. Сегодня 33. Очень-очень жарко. На улице вот как в печке. И это ровно один день происходит. Потом погода становится нормальной. Смотрите, как у нас красиво. Класс. Какое небо. Какая красота. Вот. Поэтому у нас сегодня очень жарко, очень душно. У меня целый день болит голова, если честно. Я выпила таблетку, но что-то, две столки. Мы с Артемом купили красотки. Что, Маратолу? Субтитры для моей мамы. А, он вам всем поцелает, да, все. Поцелуйчики для всех моих подписчиков. Поэтому, мои дорогие подписчики, вам много поцелуйчика вот этого самого любвеобильного мужчины в мире, который всем раздает свои поцелуи. Вот так вот. Так что мы с ним бежим домой. Свете нашей. Вот. Вот такая вот у нас сегодня интересная погода. Ну, я бы сказала, не очень интересная. Когда-то это духотища приходит. Очень, во-первых, очень сильный перепад температуры, потому что уже как бы наладилась погода. И было нормально. Не жарко, не холодно. А тут опять резко эти 35 градусов. Просто ужас. Как у нас красиво светятся вот те все наши красивые здания, музеи, выставочные, центры, как они называются еще. Вот. Артемыч, давай мы пойдем с тобой. Куда мы пойдем? Нет, Артемчик, мы идем домой. Вот. Я продолжу с заключением нашего сегодняшнего дня. Вот. Мы сегодня все сделали, поработали. Артемыч сходил в школу, молодец. У нас сейчас пока что школа до 3 часов дня. Вот с октября месяца уже у него будет полный рабочий день, как говорится. И у меня в том числе, потому что вот это в 3 часа дня все бросать и бежать его забирать. Господи, ну и звуки. Вот, естественно, неудобно, потому что 3 часа дня, сами понимаете. И плюс. Пойдем туда, Артем, там очень красиво. Да, пошли. Ты покушал свои колбаски или нет? Нет, я не научала. Да? Ты голодный, Темыч, надо дома кушать. Сейчас будем покушать. Слушай, вечно голодный ребенок. Артемыч, надо дома хорошо кушать. Ну, как только выходим из дома, и начинается, есть хочу, пошли в ресторан. Ну, конечно. Ты платишь? Бабулетики взял с собой? Я тебе сказала не носить все деньги свои. Но десяточку ты всегда можешь с собой носить. На всякий случай. Давай ты не будешь врать. Ты что ты врешь, Артем? Вот дети умеют переделывать, перековеркивать слова. Вот видите? Иногда бывает такое, что перекручивают. Ты мне сказала не носить деньги. Хотя я сказала, у него просто есть свои некоторые денежки. И он их таскал все у себя в сумочке своей. Я ему сказала, Артем, не носи все деньги с собой. Зачем? Особенно в школу. Зачем в школе деньги? Свою сумочку вот так где-то ставишь, продут деньги, и останешься без ничего. Говорю, носи с собой пятерочку или десяточку. На всякий случай. О чем? О чем вы говорите? Ой, ветрюган, видите, у нас какой? Не знаю, наверное, будет вам слышно. Будет дуть это все. О, ужас какой ветер. Вот. Да-да. Вот. Но при этом Артем сейчас говорит, что я ему сказала, деньги не брать вообще. Видите? Вот так вот дети любят попридумывать иногда. Очень регулярно. У нас красивое небо в последнее время с таким розовым оттенком очень часто. Вот. И мы сейчас приглашаем вас на прогулку по одной из красивых из центральных улиц Валенсии. Ну, это не центр, но это один из новых районов, красивых районов. Здесь после всех этих достопримечательностей, которые я вам там показала, музеи. Вот. Это более уже современная улица. Видите, она очень широкая. Здесь куча всяких заведений. Просто куча сейчас. Вот. Ну, как правило, все вечерком сидят, засиживаются здесь, выпивая свой джин-тоник или бокальчик пина. Дома здесь тоже более новые. Квартиры по полмиллиона, как я вам всегда говорю. Ну, в принципе, так и есть. Что такое ты посидишь? Да? Ты хочешь посидишь? Артемыч, Артемыч, что такое? Начка посидишь. Ты дам три, тебе нужно дать три. Давай. Давай свои посидишь. После своей колпасы. Два больше. Тёма, пойдём. Неудобно идти. Дай вак. И вот так вот все сидят. Видите, зонтики поубирали, потому что улетает всё. И если упадёт такой зонт кому-то на голову, можете себе представить. Я помню, когда я работала в ресторане, у нас тоже всегда это была проблема, только дул ветер. Сразу была катастрофа. Посмотрите. Это вот очень интересный. Новый ресторан. Мы как-то не были. Можешь помолчать, пожалуйста, на русском печь? Это не русские, это китайские. Тёма, ты специально это делаешь, да? Когда я начинаю снимать, и ты издаёшь свои звуки, которые не нужны. Если ты нам что-то расскажешь интересное, можешь что рассказывать. Я не против. Но ты мне мешаешь и ничего путнего не говоришь. Зачем вот это быть с типичным испанцем? Говорю, лишь бы говорить называется. Это испанцы у нас так любят делать. Они все очень разговорчивые. Ходим туда? Ходим туда. Зачем? Нам ходим туда не надо. Я хочу пройти здесь, потому что здесь красивая улочка. Ну, потому что это курица, и ты голодный. Ты сейчас хочешь есть всё. А ты хочешь есть всё? Думаешь? Да, что я хочу. Тёмочка, пошли, пожалуйста, домой. Я никуда не хочу идти. Дома поедим. Поешь всё то, что тебе нужно. А здесь это по типу Макдональдса. Что ты там можешь съесть, если там всё во фритюре жареное? Можешь на Пепси. А, на Пепси, отлично. Ну, на Пепси, что это за буква Х? Пива, секси пьют. Амбургерский кушают. Галдят. Махают ручкой. Махают ручкой. Да понятия не имеют, кто это. Кто это, Артём? Видят, что я иду с камерой. А, а камера маленькая, у меня, что-то не заметно. Но всё равно видят и машут. Ну, и хорошо. Пусть машут. Вот так вот всё открыто. Если бы это, конечно, не ветер, было бы просто замечательно. А так прямо сносит. Особенно, где здания очень высокие. Такой сквознячище дует. Не знаю, я надеюсь, у меня тут настроек, как всё нормально. Я хочу бургер. Я хочу бургер. Чем бургер? Бургер. Гургер. Бургер. 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 Понятно, ты уже смешал английский, испанский, типа на русском, понятно. Все с тобой ясно, Артемий. Вот так вот. Еще хотела чем-то с вами поделиться. Не помню, сейчас помню и продолжу свой разговор. Я хотела дойти с вами вот туда до конца улицы, потому что там очень красивый японский ресторанчик. Его сделали в таком гламурно-русовом стиле. Так красиво. Мы как-то с Артемом ходили туда вместе на свидание. Я с ним, а он со мной. Наверное, в прошлом году еще. Или позапрошлом даже. Я тебе об этом и рассказываю. То есть своим зрителям рассказываю. Вот эти бедные зонтики. Их там вставили, чтобы они никому на голову не упали. Помню, как у нас террасы тоже летели. Все эти столовые стулья, эти зонты вечно падали. Ужас какой. А, ну же видите, очень много столов на террасе именно. Вот они, мисс Суши. Смотрите, какая красота. Вот здесь окошко. Какой милый окошко. Смотрите, как красиво. Сделали как музей. Очень красивые. Люстры висят. Темыч, мы не пойдем. Ну что мы будем кушать в японском ресторане? Суши. Где сплошной рис, который тебе, ну, как бы нежелательно. Можно, будь здоров. Видишь, точно. Сальмон, ты сегодня кушал, Чем. Ты кушал, говорю. Кушал, говорю. Боже, еще и глухой. Еще и глухой этот человек. А тут у нас открыли, значит, новую кафешку с мороженым. Мы с Артемом ели тут мороженое. Очень вкусное. Итальянское. И цены очень хорошие. Вы знаете, я думала, тут будет три дорого. Но мы заходили нормально. Нормально адекватная цена. Вот Артем вспомнил, что мы с ним, когда пошли туда, не очень сильно. Потом сахар поднялся, то как-то мы всем не посчитали, правильно не укололи или что. Вот. А вот это, значит, отель наш знаменитый Барселок, на крыше которого мы были совсем много раз. Божечки. Слушайте, такие порывы ветра так стрёмно, потому что сейчас если свалится ветка с пальмы, которая супертяжелая и твердая, как треснет по башке. Поэтому, когда такой сильный ветер, он бывает достаточно часто здесь. Вообще, стараемся. Я говорю, честно. Потому что даже гулять невозможно. Но все летит в глаза. А знаете, еще какая проблема таких дней, что город превращается в, значит, в полнейшую мусорку из-за того, что весь мусор начинает вылетать из мусорок маленьких, из больших. Иногда начинают падать мусорные баки. Они же тут пластмассовые. Получается, что ветер такой сильный. Баки начинают падать. И весь этот мусор начинает... Все эти пакеты, кульки, бумага. Все это начинает лететь по всему городу. Это просто кошмар. Так что... Вот такое вот. Ой, какое красивое небо. Посмотри, ты прям не налюбуешься. Обалдеть. Так вот, в этом отеле, который называется Барселоком, наверху очень красивая терраса. Мы с Артемом туда поднимались. И как-то мы, кстати, делали вам контент. Я снимала. Виды какие там красивые. Видно весь город. Видно вот эту всю красоту сверху. Он не очень высокий там. Но все равно. Особенно мне нравится туда подниматься вечером. Я очень люблю смотреть на вечерний город. Он очень красивый. Вот. Потому что, ну, днем тоже красиво, но вечером как-то по-особенному красиво. Ой, Артемич! Быстро, 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 быстро. А ты у нас красные. Мы с тобой чапаем. Как две чапалки. Вот. Вот там, наверху. Мам, мам! Держи, 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 держи. 15 минут. Да, я уже 15 минут снимаю. Это угадала. В общем, хорошо все остальное. В общем, я заключение сегодняшнего дня вам рассказала. У нас все потихоньку. Все как прежде. Артемич вроде нормально себя чухает. Мама плохо себя чувствует, скажем так. Честно, видите, я не снимаю ее, потому что она ворчит на меня. И без снимания она ворчит, не в настроении. В общем, ну, можно ее понять. Опять не берет, в общем, бутылку в руки. Опять не может сама пить. Короче. Короче. Весело, что я могу сказать. Вот. А это не годится, потому что меня тоже нет. Практически целый день дома. Ну, как я бегаю туда-сюда, захожу. Понятно, что к ней. Ну, как-то вот так получается. Ну, ничего, справляемся пока что. А там будем смотреть, как будем выходить с этой ситуацией. Да, Артемчик? Потому что ситуация не очень. Что я могу сказать. Ух ты, а что тут еще какая-то дырка? Класс. Это какой-то древнегреческий антиквар. Видите, 1903 год написан. Это фабрика бумаги. Да. Фабрика папелес. Это была фабрика бумаги. И это получается дымоход. Это бумаги. Фабрика. Фабрика бумаги, да. Вот, а здесь у вас есть одна из школ, которая получастная. Полугосударственная, получастная. Вообще, как правильно перевести, я не знаю. Одна из хороших школ. Мы, кстати, думали, когда Артема отправляла, думала отправить в эту школу. Она тоже с нами недалеко находится. Но я не захотела, потому что мне сказали, что она очень религиозная. А нам не надо эти ваши религиозные школы. Я не захотела, поэтому мы туда не пошли. Школа неплохая. Такой домик новый построили. Но как-то я по поводу моления вот этого утреннего, которое... Ну, это как бы не наша вера, это католики. Я это дело не приветствую. Вот. Поэтому не отправила я его туда. А вы, кстати, как вот... Как, кстати, вот мне очень интересно по поводу школы, по поводу того, какая религия, а навязывают эту религию или нет. Потому что в нашей школе тоже, по-моему, Артема. Артем, у тебя же есть предмет в школе религии, а религион? Но ты не ходишь, да? Ага, вот видите, Ярсен. Удроги? Да нет, потому что я сказала, чтобы ты не ходила. Поэтому ты не ходишь. Вот, у нас есть религион, то есть... Да, удроги? Да, понятное дело. Еще не хватало. А зачем предмет этот нужен? Кому надо, тут пойдет себе помолиться в церковь? Ну, я так считаю. Вот. Что ты, Артемчик, хочешь? Понятно, что ничего не понятно. Хорошо, Артемчик, я уже заканчиваю. Просто хотела сказать нашим зрителям и задать им вопрос, что... относитесь к религии в вашей стране ходят ли ваши дети посещают ли они эти предметы как 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 вообще у вас потому что видите артём подтвердил у нас есть религия есть предмет но я помню еще с самого начала я в школу сдала то я подписывал что не мог поэтому не ходит так что сегодня вам такое небольшое видео дома я думаю уже не буду ничего снимать небольшое прогулочное видео по вечерней валенсии очень у нас душно представьте девять вечера дышать нечем ну у нас очень хорошая вечерняя прогулка сейчас перекусим и кто спать кто не спать вот меня еще с мамой сейчас надо разобраться что там куда и потом уже отдыхать